Арахисовую пасту впервые начали выпускать в Жамбылской области. На реализацию своего проекта житель села Жалпак-Тобе выиграл предпринимательский грант на 5 миллионов тенге. На эти деньги купил оборудование в Китае. В день производит 50 килограммов продукта и стоит он в два раза дешевле, чем импортный. Арахис для производства закупают в Узбекистане и Таджикистане. Его очищают от шелухи и после термической обработки перерабатывают в пасту. Себестоимость оказывается дешевле тех импортных, привозных и полезных свойств больше. Почему? Потому что мы делаем только из натурального арахиса и немножко меда добавляем. То есть никаких химических, никаких элементов, никаких добавок мы туда не добавляем. У нас есть сертификат качества, то есть то, что уже проверено в лаборатории. Жители Павлодарской области возрождают народное ремесло. Изготовлением казахской домашней утвари зачастую увлекаются представители разных этносов. К примеру, ремесленник Анатолий Балковой расширяет ассортимент национальной посуды, ручной работы. А мастер Хайнарбек Ерназар Улы открыл кружок, теперь обучает ремеслу детей. Хайнарбек Ерназар Улы, потомственный ремесленник, создал целую коллекцию деревянной посуды, которыми пользовались в быту предки казахов. В его мастерской уникальной композиции из природных материалов. Мы должны развивать народное ремесло. С каждым годом оно уходит в забвение. Поэтому я очень сильно переживаю и пытаюсь возродить утраченное искусство. Очень много технологий наши предки применяли, создавая эти простые и удивительные вещи. В последние годы ремесленник увлекся обработкой костей. В наше время очень мало кто умеет это делать. Мастер говорит, изготовление костяной утвари – процесс трудоемки. Тут важно правильно подготовить материал к будущему изделию. Это обычная женская заколка для волос из кости. Я использовал цельную часть, самую прочную. Из нее наши предки обычно делали наконечники для стрел. А эта работа выполнена из коровьих рогов. Думаю, мало кто в Казахстане сможет работать с этим труднообрабатываемым материалом. Не перестает удивлять творчество и Анатолий Болковой. Он известный в регионе деревянных дел мастер. Как бы это у меня уже в крови. Отец у меня был плотником, бригадиром плотников. Я вот как бы продолжаю тоже только более уже усовершенствован в виде это дело. Для изготовления посуды я использую местное дерево, ива называется. Она на берегу Иртыша растет. Вот именно по берегу Иртыша она растет у нас. А так вот в других городах Казахстана ее нет. Спрос на деревянную посуду растет каждый год. Ценится, конечно, ручная работа. Именно в такую мастер вкладывает свою душу, говорят павлодарцы. Как обеспечить полив сельхозугодий без постоянного участия человека? И можно ли автоматизировать работу агронома? Ответы на эти вопросы нашли козлординские школьники. Старшеклассники Назарбаев интеллектуальной школы представили на республиканском конкурсе научных проектов свои разработки. И заняли призовые места. С юными учеными встретилась Райхан Тажибаева. В капельное орошение и дождевание заняли прочные позиции в сельском хозяйстве региона. Обе системы полива обладают высокой эффективностью и рядом преимуществ. В числе главных экономичный расход воды, отсутствие грязи и сорняков. Однако ни один из этих способов не может обойтись без участия человека. Так было до сих пор. Автоматизировать дождевальную машину решили старшеклассницы Назарбаев интеллектуальной школы Санья и Жансая. В этом проекте мы установили специальное устройство, которое будет интегрировать работу трех датчиков. Это датчики, определяющие уровень влажности, температуру воздуха и наличие солнечного света. Устройство позволит считывать внешние факторы и при благоприятных условиях самостоятельно запускать дождевальные машины. Разработка, считают Санья и Жансая, выгодна во всех отношениях. При нарастающем дефиците поливной воды она может снизить расходы на орошение до 30%. Авторы проекта намерены доказать свою теорию на практике и представить полученный результат на международном конкурсе научных проектов. А это разработка Яндлик и Назгуль. Их технология мониторинга урожайности полей и прогнозирования объемов производства позволит автоматизировать работу агронома и следить за всходами дистанционно. Устройство можно использовать не только в сельском хозяйстве, но и в других сферах. Если добавить нужные датчики, появится возможность контролировать рост насаждений в парках и зеленых зонах. Кроме того, при помощи этого устройства можно собрать данные об окружающей среде и использовать их для оздоровления и экологии. Впрочем, эта идея, говорят герои нашего сюжета, станет поводом для их новых разработок. Райхан Тажибаева, Нуржам Музарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казларда, Хабар-24. 100 тысяч детей посещают детские кружки и спортивные секции в Павлодарской области. Больше всего среди школьников там популярны робототехника, степ-обучение, шахматы, айти-кружки и новое медийное направление. Специалисты говорят, в последние годы внимание государства к дополнительному образованию усилилось, и это дает определенные результаты. К примеру, в сельской местности им удалось охватить более 38% школьников. Только в дебатное движение проекта Ушкар-Ой-Алана вовлечены 4 тысячи детей. Ведется работа по размещению государственно-образовательного заказа на дополнительное образование. В прошлом году мы разместили госзаказ в 15 частных организаций на 1110 мест. В текущем году этот заказ увеличен в два раза. В настоящее время готовится постановление Акимата Молодожской области о размещении государственно-образовательного заказа на 2220 мест. На событиях в мире ФРГ введет дополнительные санкции против Ирана. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Ведут их за жестокое подавление протестов в стране и поставки России беспилотников. Ожидается, что о применении новых мер в ЕС договорятся завтра. Напомню, в Иране продолжаются протесты. Вспыхнули они после смерти 22-летней Махса Амини. Девушка скончалась после ареста так называемой полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Тысячи албанцев вышли на протест в Иране. Они выступают против роста стоимости жизни и политики нынешнего Кабмина. Митингующие собрались перед зданием правительства, требуя отставки премьер-министра. Демонстрацию организовала оппозиция. Проходила она в целом мирно, но некоторые протестующие попытались прорвать линию обороны и в итоге одного человека задержали. Движение транспорта на главных дорогах перекрыто. Цены на продукты, отмечу, в этом году в этой стране выросли на 8%. Особенно подорожали продукты питания и топливо. Два военных самолета столкнулись на авиашоу в американском штате Техас. Произошло это во время представления «Крылья над Далласом», которое посвящено событиям Второй мировой. На глазах у десятков зрителей бомбардировщик «Боинг» врезался в истребитель. Сколько человек находилось на борту, неизвестно. О пострадавших также не сообщается. По факту случившегося проводится расследование. В Южной Корее создали робота, который может быстро сделать тест на различные инфекции, в том числе коронавирус. Система, разработанная в Корейском институте машин и материалов, способна собирать образцы ДНК и выполнять высокоскоростную молекулярную диагностику за 40 минут. ПЦРТС на основе существующих технологий занимает до 12 часов. Чтобы ускорить процесс, ученые применили метод быстрого термоциклирования. Испытания показали, что результаты тестов на коронавирус, полученные с помощью новой системы, идентичны тем, что получены привычным методом. По словам ученых, высокоскоростная диагностика инфекции с помощью робота позволит быстро реагировать на новые вспышки заболеваний, такие как ковид, либо обезьяня-оспа. Ноу-хау намерены внедрить в медучреждениях страны. Весь процесс дозирования, подготовки проб и быстрой молекулярной диагностики после взятия образцов автоматизирован. Можно быстро предотвратить распространение новых вариантов инфекционных заболеваний при использовании этой технологии в медучреждениях, аэропортах и пунктах тестирования. Эта система молекулярной диагностики, интегрированная с роботом, защитит медицинский персонал и здоровье тестируемых. Европейская комиссия предложила ужесточить нормы выбросов вредных оксидов азота и твердых частиц с транспортными средствами, также ввести новые стандарты загрязнения от тормозов и шин. Новые стандарты Евро-7 обеспечат более чистые транспортные средства на дорогах и улучшат качество воздуха, защищая здоровье людей и окружающую среду. В Еврокомиссии отмечают, что в 2035-м все продаваемые в ЕС легковые автомобили и легкие грузовики будут иметь нулевые выбросы СО2. Но ожидается, что в 2050-м около 20% автомобилей, легких грузовиков и больше половины тяжелых транспортных средств все еще будут производить вредные выбросы. Тысячи эко-активистов вышли на улицы Испанского Мадрида. Протестующие призывают страны бороться с изменением климата и прекратить использование ископаемого топлива. Акция проходит на фоне конференции КОП-27 ООН в египетском Шарм-эль-Шейхе. Отмечу, в первую неделю саммита несколько мировых лидеров уже призвали развитые страны помогать другим государствам перейти к возобновляемым источникам энергии. В завершении погоди в нашей стране штормовое предупреждение объявили синоптики в столице и в 15 регионах Казахстана. Сильный снег, местами дождь и гололед ожидаются на севере, западе и на востоке республики. Туманно-ветрено будет в Атраусской и Туркестанской областях. Сильные осадки обещают в горах Алматинской области. В Астане низовая метель и гололед. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. Редактор субтитров А.Семкин